Наша задача правильно научиться форматировать документ, имеющийся в нашей первой группе, например, в вашу контрольную работу. В примере в этом написано, что сначала, чтобы что-то с этим документом сделать, надо включить отображение непечатаемых знаков и удалить все-таки лишние знаки абзаца там, где они есть, и лишние пробелы там, где они есть. То есть мы с вами сказали, что не надо для форматирования невгейского узора, для выравнивания горизонтальных или вертикальных, ни пробелы не надо. Вот я включаю эти знаки абзаца и вижу, что да, в документе у меня есть проблемы. У меня будет страница неправильно здесь начинается, у меня вокруг каждого заголовка вот эти густые точки стоят, поэтому первым делом я от этого избавляюсь. Вот это вот оглавление, рукописное такое, оно неправильно работает, он мне тоже не привезет. Поэтому в принципе я могу сразу и его удалить. На самом деле, где-то у меня начинается вот с этого слова. Оглавление мы потом поставим автоматическое. Поэтому вот это вот все я выделяю сейчас, удаляю, поставляю в эту строчку для того, чтобы в нее потом вставить автоматическое оглавление. После заголовка, пустая строка, я ее удаляю. Здесь, в оконах заголовка, пустые строки, удаляю. Здесь. Здесь. Видите, документы не всегда спятят. Удаляю, как я буду. И здесь. Ну и вот эта вот дырочка, опять же, да, и новая и раньше была на странице. И тоже. Все. Значит, первое задание я выполнала. В моем документе нет лишних пустых строк, строк и нет лишних проверок. Значит, дальше тут написано. Открыть панель в стиле. Выбрать вне тут панели используемые. Вот тут вот картинка приведена. И написано, что панель в стиле можно открывать еще клавишей F1. Значит, вот здесь вот находится панель в стиле. И как написано, что F1 – это клавиша, которую открываем. Если вы работаете в VerdeXP, или работаем уже, наверное, да, в VerdeXP 2003, то вот на этом же месте находилась кнопочка, в которой две синенькие буквы А написаны. В конечном направлении. Да. Я когда нажимаю, вот что происходит. Красиво, да. А если вы работаете в 2003-2007 Verde, то у вас прямо вот здесь, в волку, три красивые кнопки. Под которым, по-моему, так и написано, стиле, и все тут написано, стиле. А внизу этого блока маленький серенький уголочек. Если вы нажмете на серенький уголочек, то вы тоже получите доступ вот к такой менюшечке. Значит, вот нам эта менюшечка сейчас жизненно необходима. Без вот этой панельки мы вполне обойдемся. Я в определенный момент ее просто выключу. Мы будем работать с документом благодаря вот этому меню. Что здесь внизу? Ну, естественно, они чуть-чуть по-разному выглядят, но зато в том, что мы будем работать с ним. Вы проводите с ним. Но вы сейчас будете понимать принципы. Когда поймете принципы и запомните те ключевые слова, с которыми мы будем работать, вы уже в своей, потом, операционной системе и в своих редакторах хотя бы через справ найдете, как это делается так, если для этого нужно реализовать так. Значит, главное понять, что нужно делать. Вот смотрите, значит, панель стилей внизу у нее фильтр. То есть можно посмотреть, скажем, все стили. Их очень много, я помню, сколько. Надо наблюдать такой список и понимать, чего, зачем, достаточно много. Можно посмотреть используемые сейчас стили. То есть те стили, которые приведены к тексту в этом документе. Что такое стили? Стиль это набор формокирования куска текста. То есть вместо того, чтобы уговорить, что этот кусок 14-й, тайм-смирома, курсивный, с отступом красной строки 0,25 сантиметра, с полутора сантиметра между строками и выработанной по ширине, мы говорим, что это стиль базовый. А базовый как раз прописано. Скол 14, председатель Грома, по ширине и так далее. То есть набор параметров форматирования мы называем одним каким-то термином. Все эти параметры там находятся. И мы говорим, что это стиль такой. Дело в том, что в нашем документе строком, который мы рассматриваем как контрольное, диплом, договор, в таком документе используется ограниченное количество этих самих параметров форматирования. Вот основной текст у нас обычно раскрашен. Одним образом, потом появляются заголовки, они допустим раскрашены другим образом, значит это другой стиль. Появляются у них подзаголовки, они раскрашены третьим образом, это третий стиль. Так, текст таблицок, допустим, может быть по-другому выглядеть. Это четвертый стиль, но им все равно ограниченное количество и попасть в этом причине. И наша задача перейти как раз от бесконечной вот этой длинной ленты нашего документа, по которой мы ползем раскрашиваем, ползем раскрашиваем, к каким-нибудь там пяти стилям, которыми мы можем управлять документом. Потому что если документ сделал правильно, то достаточно в стиле изменить параметры, чтобы это произвел из-за того, в детстве, которые этим стилем отмечали. Но я вам сейчас это продемонстрирую, потому что понять это лучше, как на пальцах слушать. Значит, вот эти стили сейчас используются в этом документе. Я считаю, что этих стилей сейчас очень много. потому что документ выглядит, вот если на него посмотреть, тут даже заколотки жмут, не раскрашен, да? Никак не отличаются. Документ выглядит почти одинаково, хотя непонятно, почему вот эти вот абзацы, которые должны быть одного, одного плана, они будут немножко параметры. а стилей используются слишком много. Если считать, что это весь документ одинаковый, то зачем нам столько стилей? Значит, что нужно сделать с документом, который вы вообще где-то взяли из разных-разных источников? Надо понимать, что каждый фрагмент, который вы себе скопировали, он кем-то оформлялся, с использованием каких-то своих стилей, с использованием какой-то своей раскраски и в первую очередь от этого надо избавиться. Потому что, когда вы накачиваете этих кусков документов и посмотрите используемые стили, здесь будет свалка, и люди никогда не разберутся. Значит, чтобы от этого избавиться, надо сделать два этапа. Во-первых, надо выделить весь документ, кто правая, я сейчас сделаю. И в первую очередь с документом сделать следующее, снять с него вручное форматирование. Вручное форматирование это то, чем вы обычно занимаетесь. Это то форматирование, которое можно установить через вот эти кнопочки и через панель формат. Формат абзаца, формат шрифта, вот это все является вручное форматирование. Оно накладывается на стиль сверху и мешает как раз стилу изменяться при изменении его параметра. То есть стиль изменится при изменении параметра в стиле. Я сейчас сниму эту ручную форматирование. Вы один раз документ уже посмотрели, видите ли какой? Когда я снимаю ручное форматирование, здесь я это делаю так, формат, отменить форматирование. В Microsoft Office у вас в этой панельке вверху будет большая кнопка очистить формат. Видите? Она предназначена тоже для того, чтобы снять ручное форматирование. После этого глядя на свой документ, я вижу, наверное, что-либо новенькое. О! Нет! Бывало у вас такое? Вы, другим, как пишите, абзац был одним, что-либо, пишите, почему-то другим все получилось. Вот на самом деле вот этот стиль, который называется «Отступы». Он в параметрах стиля прописан так, такими буквами, такой же «Отступы». Но он был сверху закрашен так, чтобы выглядеть, как все установило. Сверху у него было установлено 14, это и ровно, по ширине. А когда я снимаю это форматирование сверху, я вижу его истинную суть. На самом деле вот так. Вот еще какой-то фрагмент, да, совершенно видимо. Тоже раньше не было одинаково, а теперь я вижу что он центрированный. что у него другой шрифт. Вот еще фрагмент. Видите, этот каждый фрагмент это отдельный стиль. То есть я стою здесь, я вижу это стиль базовый. Я стою здесь, я вижу это основной диаксон. Я стою здесь, я вижу это основной диаксон. Вот я вам про это и пыталась сказать. Нам вот здесь разнообразие стили не надо. Нам не надо, чтобы они были такими разными. Но решение это не значит. В ключевом моменте. вы бы сейчас решили эту задачу так, вы бы выделили весь текст и выкрасили бы его сверху. Вы правильно говорите, вы брали бы базовый, это так надо, да. Но большим словом, выкрасили бы его сейчас сверху в 14-й, то есть ручным форматированием пришло это проражение. А правильно, действительно, сейчас выделить весь текст и сказать, а ты, баденька, вообще весь базовый. у меня, к сожалению, был в кулибре офисе, он изменился-то изменился буквально, но вот этот список не обновился сразу, я сейчас его перещёлкаю. Вот. И я вижу, теперь у меня нет этого разнообразия. У меня действительно всё базовое. То есть я не селку маской накладывала, а я суть его подняла. И это правильный подход. У меня сейчас весь документ одним стилем. Стилем базового. ещё есть где-то стиль нижней карантиды, потому что здесь где-то есть место по нижней карантиду. Которую страницу не вставить. Значит, вот теперь я вам покажу, когда я сняла все улучшное форматирование, что же значит стиль. Если я сейчас захочу изменить стиль базовый, а я говорила стиль этого набора параметра, то у меня изменится весь вот этот текст, который вам отмечен. Давайте проверим. Тут также не надо выделять больше. То-то и дело, что текст уже размечен стилем базовый и выделять его больше не нужно. Я постелю базовый правой кнопочкой щёлку и выбираю пункт изменить. И я вижу его параметры. Вот здесь один из того. Например, самый простой порядок шрифт, да? Сейчас он 14. Давайте я захочу его сделать 10. И при этом курсирую. Я говорю, окей, у меня весь документ, потому что весь документ сейчас выделил стилем базового. становится 10 курсом. Но по документу я не ползаю и не выделяю. Правой кнопочкой опять изменить. Ставлю обратно 14-й, обычный. И, скажем, делаю не полуторный термал, а одинаковый. И весь документ изменяется. Это возможно только в том случае, если вы меняли ручное форматирование. Про ручное форматирование отдельно ещё раз сейчас скажу. если, допустим, вы вот этот абзац выделили руками и руками установили 16-й, скажем, шрифт. И что-то тут потрогали его суббом, что-то там ещё с ним поделали. И, предположим, весь стиль базовый вы тоже сделали таким образом, что шрифт у него 16-й и вы вообще разницы не видите между вот этими вещами. то как только вы захотите изменить стиль базовый, скажем, 10-й, изменится всё, весь документ. Кроме того абзаца, который вы руками отформатировали сверху, потому что ручное форматирование уважнее. И как только вы это делаете, вы теряете управляемость стилями, да? Вы поэтому до сих пор не разобрались самостоятельно со стилем. Потому что их эффект принят только тогда, когда вы не раскрашиваете где-то сверху. И пока я вот отсюда ручное форматирование не сниму, как я это делала, формат, отменить форматирование или в офисе мой кроссов очистить формат. А кнопка очистить формат это делает сразу два действия. Она и снимает ручное форматирование и весь стиль приводит к стилю обычного. В офисе базовый является стиль обычного. Здесь называется базовый, а называется обычный. Вот, понятно? То есть ломка ваша будет состоять в том, что вам нельзя будет делать поставки. Нельзя будет быстренько выделить, подравнять, закрасить. А надо будет каждый раз делать это через стиль. Но зато вы получите массу преимуществ. Сейчас начинайте преимущество посмотрим. Во-первых, я стиль базовый вязала, поставлю на следующий датчик 23. И перейдем к другим стилям, потому что не надо же нам купить документы областей на базовый, а надо что-таки выделить в нем заголовки поднимем. Другие какие-то фрагменты. Вот давайте заголовки. Для заголовков я пускай прокрою и посмотрю все стили. Вы увидите, что здесь есть стиль для заголовков. Видно? Или можно через меню автоматически есть переводы. То есть они автоматически существуют, они заранее предусмотрены. Создавать меня не надо, они так же базовый или обычный они есть. Но применяются они в любом случае непроизвольно. Применяются они в соответствии с уровнем иерархии. То есть то, что здесь написано в заголовок один, правильно понимать так, заголовок первого уровня. У них просто место не хватило это записать. Читать надо заголовок первого уровня. Заголовок два это заголовок второго уровня. Представляете себе слежу как матрошку. Заголовок первого уровня это верхняя матрошка самостоятельная ни во что ни вложена. Если у нее есть подзаголовок внутренний то это заголовок второго уровня. Заголовки третьего уровня могут появиться только в две заголовков второго этапа. По-другому можно посмотреть. Если бы заголовки нумеровались то заголовки первого уровня нумеруются одной цифры. Заголовки второго уровня двумя 1.1 третьего уровня 1.1.1 Понятно, да? Вот именно по этой логике надо размечать тех заголовков. Ну и второе размечайте заголовками. Вы пока не обращайте внимания красивые красивые или нет. Когда надо настроить вид стиля вы настроите в любой момент и они все сразу изменятся. Правда? меняя параметры у него я буду изменять параметры у всех кто в него порожден у первого второго третьего и так далее. Сам по себе он не применяется ни в чем. Начинается все с первого уровня. Как бы корень дерева. Потом в микрософтах если нет такого просто заголовка. Значит введение применять буду так. Я не выделяю весь заголовок потому что эти стили являются посмотрите на подсказку стилями абзаца. То есть их нельзя применить к одному слову в предложении. Они уж применяются к абзацу в целиком не может быть часть заголовка. Заголовка во второе а не второе слова нет. Поэтому мне не обязательно выделять недостаточно находиться курсором в этом абзаце и я дважды щелкну по слову заголовок в микрософт-описе может оказаться что один раз щелкнула достаточно. И я действительно верю что это другой стиль. Выглядит иначе. Если я переключусь сюда в используемые стили я увижу что среди используемых у меня кроме базовых появился заголовок гадет. Идем дальше. Это заголовок какого уровня? Герова. Герова. Он не подпункт видения. Он самостоятельный. Он номеруется как вы видите одной цифрой. Давайте я вам сделаю чуть-чуть подборшим примером. Да, вот здесь вот. Вот. Значит, какого мы еще раз увидели? Первого. Заголовок один. А вот это вот его подпункт работает. второго. 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 первого. Вот это тоже заголовок первого. Где-то еще есть вывод. И это первого. Первого. То есть сведения, список литературы, каждая глава идет заголовок первого. Его подпункты уже пойдут второй уровень, и в них подпункт третий, и так далее, и так далее. Значит, смотрите, благодаря тому, что мы объяснили нашему документу, что у него есть эта иерархия заголовка, мы можем теперь вставить автоматическое оглавление. Он сам его заберет, читает эти заголовки и вставит номера страниц, на которых они находятся. Делается это здесь так, вставка, оглавление указателей, и еще раз оглавление указателей, не вдаваясь в подробности, я нажимаю ОК. Вот мое оглавление. Надо еще раз подпункт. Ставка. Понятно. Прочитаем. Значит, возвращу сюда, покажу, чтобы мы уже прошли. Значит, мы сняли ручное форматирование, тут описано про это, да, мы разметили все скилем базовый, мы разметили документ заголовками первого и второго уровня, и мы вставили оглавление. Здесь все это по шагам описано, если вы забудете, и вы что-то на сбитой не получат, то вы можете этот документ сделать. Так, значит, мы документ разметили, оглавление вставили. Теперь давайте посмотрим, все-таки не очень мне нравится как выглядят вот эти заголовки, да, вот это выравнивание вправо непонятное. Поэтому мы их сейчас разметим, так как нам хочется. Мы изменять будем естественно ни в коем случае не эти куски текста, а стиль, на котором они основаны. Кстати, можно доступ к стилю получить и так, правой кнопочкой на абзаце щелкай, а сейчас будет редактировать стиль абзаца. То есть вы можете не вдаваться в подробности какой-то конкретной стиля, а просто стиль абзаца редактировать, она откроет сама его и даст доступ к меню. То же самое произойдет, если я здесь правой кнопочкой щелкну изменить. Так вот, что я хочу для заголовков первого уровня? Я хочу, скажем, выравнивание пациенту, да? Вот на вкладочке выравнивание оставить пациенту. Я не хочу, чтобы они лежали на вот этом сером фоне, поэтому на вкладочке фон я убираю цвет вообще пациент, не знаю. Я хочу, чтобы он выглядел большими буквами я думаю, не надо набирать вот сразу большими буквами, потому что первично правильно нужно хранить информацию, а вопрос отображения это всегда второй вопрос. Захочу быть маленьким, не захочу быть большими. Здесь это решается через меню эффекты шрифта, вот здесь выставляется эффект прописания. То есть я хочу, чтобы выглядел все большими буквами. Самое интересное, что я могу с ним сделать, а вот этот шрифт давайте я беру жирность, это обычно, отступы, интервалы нужны. Дело в том, что, ну вот мы не ставили же пустую тружку, да, отступ то есть. Это благодаря тому, что тут есть после абзаца выставляется какой-то отступ. Видите? Заголовки в тексте, вы когда дипломы найдете, вы знаете, заголовки в тексте выделяются не жирностью, а именно носом. И это лучше видно, чем жирностью. Вообще в дипломе запрещено жирным хоть что-то выделять. Ни слова, ни заголовки, И, ну, менее, видно все хорошо. Значит, а вот перед абзацером я могу вообще убрать, потому что я хочу сделать большую. Я хочу, чтобы заголовки сами собою начинались с новой страницы. Это можно сделать и в Microsoft Office можно сделать, и здесь. Здесь это можно сделать вот вкладка на странице, и я ставлю вот здесь опцию «Давить разрыв страницы перед заголовком первого уровня». То есть, как только у меня что-то размечено стилем «Заголовок 1», она перед этим вставляет сама автоматически разрыв страницы. В Microsoft Office это параметр фокзации, есть закладочка, есть не опция какая, с новой страницей. Если вы эту опцию включаете именно для стиля «Заголовок 1», она будет очень хорошо работает. Значит, ну, окей. И давайте сразу в предварительном просмотре страницы посмотрим. Вот у нас введение с новой страницы встало, да? Следующая глава с новой страницы, планирование маркетинга, все по центру, все большими буквами, в общем, все заголовки изменили. А единственное, что у меня перед печатью требуется обновить вот это оглавление, потому что вручную надо предупредительно его обновлять, автоматически оно не обновляется. А у него, видите, раньше две недели было на первой странице, а теперь там он на второй. Я правой кнопочкой щелкну по оглавлению, здесь будет пункт «Обновить» и будет, как я его выберу, оно перечитается. Видите? Вот тут у нас все основное. Дальше я вам покажу уже там специфические интересные вещи, но говоря о том, что в основном надо сделать в контрольной работе, это название. А как чтобы нажимать с одной вече? Чтобы это не надо? Ну, что-то с разом в абзацах. Нет, новый абзац, когда вы пишете, это надо нажимать, чтобы новый абзац был. Не надо ставить пусты, кандиджат. Не надо подводя итог минимальных наших знаний по форматированию. Значит, наша задача, документ, который вы соберете из рамок источника, первым делом снять ручное форматирование и привести к стилю базовый или обычный. Это будет делать за кнопкой очистить форматную продукцию в следующий раз. Потом заново разметить, где у него такие стили особенные, обязательно забудут заголовки, может быть, попадутся какие-нибудь еще. В данном случае есть таблица. Сейчас я до нее даю, вы видите? И эта таблица мне не нравится, как оформлена. Вы ее видите, абзацный отступ есть у каждого предложения, потому что это тот же самый стиль базовый. А мне для этой таблицы вообще-то нужен другой стиль. Я могу его либо найти среди тех, которые есть, либо создать. Давайте создам для того, чтобы вы увидели, как их создаем. Значит, я на базе стиля базовый, правой кнопочкой говорю создать. То есть мы его вести должен во всем совпадать со стилем базовым. Отличаться только абзацный мозг. Поэтому я создаю на базе этого стиля. Говорю создать. Называю ее, допустим, т.дап, что в моем понимании будет означать текст в таблице. Так, и у него, меняя только одну вещь, пусть его интервала ставит здесь вон. Окей. Я его создала, но еще не применила. Он здесь отсутствует в списке использований. А то он появился у меня в списке с телепользованием. То есть те, которые я создала. Вот, видите, текст там. Два засчета я его применила. Выйдет из пакетского. И теперь в использовом я его вижу. Для каждой новой таблицы я буду его применять. То есть я, конечно, сделала определенную работу, не поленилась, зато потом, если я за тушку всех таблицах сделать шрифт поменьше, или еще что-то, да, я просто в этом стиле поменяю параметры, и у меня все изменится одинаково. Значит, обратите внимание, когда мы вставили оглавление, появились еще счеты. Видите, оглавление 1, оглавление 2, заголовок оглавления. Они вот начались. Вот это, естественно, заголовок оглавления. Первый уровень оглавления – это стиль оглавления 1, второй уровень оглавления – это стиль оглавления 2. То есть если я захочу, чтобы здесь, допустим, оглавление 1 в оглавлении писалось большими буквами, то я вот здесь буду изменять стиль, в эффектах шрифта поставлю, поставлю, тоже прописленное, а еще поставлю, что я хочу в синее. Вот так, я привык. У меня будет что-то. Понятно. Так, это минимум. Поэтому давайте я сейчас здесь перерыву. Помогу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok